И снова на планете вечер. Доктор Никита, гастроэнтеролог и эндокринолог. Сегодня выпуск, как всегда, для меня интересный. И периодически, раз в несколько лет, я возвращаюсь к одной и той же теме, практически к одним и тем же субстанциям, чтобы уточнить некоторые знания о них, чтобы пересмотреть перспективы, таков мой образовательный процесс. И сегодня тема моего монолога, по сути, звучит следующим образом. Это роль митохондрий в контексте диабета второго типа. И особенности работы, опять же, митохондрий в контексте диабета второго типа, мне удастся разобрать с помощью двух очень старых-старых-старых препаратов, которые оба влияют на митохондрии. Оба имеют схожие эффекты издалека, но под которыми находятся очень разные механизмы, и от этого очень разные последствия. Перед тем, как мы начнем, я напомню, что если вас эта информация впечатлит, напугает, возбудит, или у вас появятся мысли какие-то совершать действия необдуманные, то, пожалуйста, приторвозите. Помните, что это не является лечебным советом, не заменяет консультацию вашего лечащего врача. И перед тем, как что-то предпринять, пожалуйста, обратитесь к вашему доктору, которому вы доверяете, и уточните у него, что вам делать дальше, нужно ли что-то менять. Потому что, возможно, то, что вы делаете, это наиболее адекватно в вашей ситуации, но это видно только человеку, который в это вник, и осознал, что это рационально. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, внимательно, и мы приступаем. Итак, сегодня в расширении моего кругозора на тему работы митохондрий в болезни так называемого диабета второго типа мне поможет ряд старых препаратов. Первым старым препаратом является метформин. Метформин практически не нуждается в представлении. Однако, краткое напоминание, что он является препаратом номер один, который назначается сразу, как только у кого-либо обнаруживается явление сахарного диабета второго типа, и не только. Но в частности, конечно же, высокий сахар крови, высокий клетированный гемоглобин и так далее. Кроме того, метформином пытаются лечить и ряд других состояний, и современные тенденции дошли до того, что метформином пытаются даже продлевать жизнь. Насколько это все правдоподобно, я имею в виду все, что не касается диабета второго типа в отношении метформина, практика еще покажет, и в том числе разбираемые сегодня механизмы и особенности тоже помогут хотя бы немного мне для себя пролить свет на действенность и эффективность метформина в отношении названных самых разных кондиций, кроме диабета второго типа. Напомню, что выражаюсь о метформине уже не впервые, и подробный механизм действия и интересные особенности этого препарата были доложены в одном из прошлых видео, которые вы можете найти по названию, сейчас у вас на экране видно, как выглядит превью этого видео, в сети YouTube. Поэтому туда обращаемся, получаем вводные, и переходим к текущему новому выпуску. В новом выпуске, то есть прямо сейчас, буквально кратко я напомню те основные эффекты метформина, которые сегодня для себя следует держать в голове. Итак, во-первых, говоря простыми словами, но немного смягчая здесь язык в этом выпуске, нужно отметить, что метформин извращает работу митохондрий. Каким образом? Во-первых, метформин как бы усиливает, интенсифицирует метаболизм жира, включая липогенез. Метаболизм жира состоит из мобилизации и сжигания, что называется в простонародье жира, а также из липогенеза, то есть обратного синтеза жира и отправления его в запасы. Так вот, метформин не только вроде как и усиливает, считается, сжигание жира, но он также и способствует синтезу жира, так как блокирует ряд ферментов и метаболических путей в этом участвующих. Дальше. Метформин снижает, замедляет метаболизм углеводов, включая глюконеогенез. То есть это как бы зеркальное отражение и антипод от метаболизма жиров. Если в отношении метаболизма жиров метформин интенсифицирует его, то в отношении углеводов, наоборот, все подавляется. Подавляется как утилизация углеводов в теле, так и синтез новых углеводов в печени, что называется процесс динного глюконеогенеза. И в целом метформин наклоняет обмен веществ тела Homo sapiens sapiens в сторону катаболизма, то есть системной деградации более сложных молекул на более простые, в том числе с высвобождением энергии. И параллельно с этим замедляются процессы анаболические, то есть процессы образования более сложных молекул с более простых. Это значит замедляется синтез белка. Поэтому мы видим в скобках интересный эффект метформина на мышечную ткань, как простых людей, так и спортсменов. Кроме того, печень человека, принимающего метформин, с большим трудом наполняется гликогеном. Опять же из-за того, что замедлен анаболический процесс. Ну и конечно же, как я сказал, вроде как должен усиливаться процесс сжигания жира. И в теории метформин считается все-таки одним из вариантов препаратов для снижения веса, хотя не является это его показанием. Ну и на практике почему-то оказалось, что этот механизм не очень эффективно работает в долгосроке, потому что большинство людей на метформине вес серьезно и надолго не теряют. Второе краткое замечание о работе метформина. Торможение работы митохондрий неизбежно. Я здесь поставил знак вопроса, потому что в некоторых людях этот эффект может выражаться по-разному, и некоторые отвечают более скомпенсированно, а для некоторых это более существенно. Это означает, что торможение добычи энергии из углеводов наблюдается явно, во всех смыслах. Углеводы не только с трудом утилизуются в митохондриях, но они еще и с трудом усваиваются в кишечнике. То есть больше углеводов выделяется дальше скалом или кормит патогенную микрофлору в том числе. А также, учитывая, что метформин интенсифицирует метаболизм жиров, то наблюдается перегрузка аппарата, добывающего энергию из жирных кислот. Последствия воздействия метформина на организм человека разумного-разумного. Во-первых, глюкоза крови действительно снижается, но интересно это тем, что из тела она не уходит. Что же это значит? Если в крови глюкоза не определяется, но из тела не уходит, значит она должна как-то перераспределиться, чтобы быть незаметной для анализа крови, который называется сахар крови натощак, или то, что измеряет человек с помощью глюкометра после еды и так далее. Потенциальные места, куда уходит глюкоза крови, из-за чего снижается сахар крови. Часть глюкозы уходит в затяжной и безнадежный цикл кори в виде лактата. Что такое цикл кори? Если по-простому говорить, то лактат – это своего рода экстренное топливо, которое образуется, когда клетка не может до конца провести окисление глюкозы. То есть, дальше перу вата это все не идет. А раз дальше перу вата не идет, то нужно восстанавливать обратно NAD+, переносчик электронов. И это делается с помощью как раз перу вата. Перу вата восстанавливает NAD+, и получается на выходе лактат. Это как раз изображено здесь на диаграмме, которая у вас на экране есть. И дальше этот лактат, выйдя в кровь, должен быть обратно ресинтезирован до эффективного топлива, которым является глюкоза. И здесь и включается та часть циклокори, которая нас интересует. Допустим, нарисуем схематично печень. Лактат, попадая в печень, уже выходит дальше в виде глюкозы. И я возвращаю стрелку в сторону глюкозы. По сути, превращение лактата в глюкозу, с последующим выходом глюкозы в кровь, возвращением глюкозы в клетку, в клетке снова превращаясь в лактат, и лактат снова в печень, это и самое простое описание циклокори. Так вот, метформин запускает циклкори всерьез и надолго. И туда уходит значительная часть глюкозы крови, которую пытаются снижать в формальных попытках борьбы с сахарным диабетом второго типа. Вопрос, конечно, стоит так. Лечит ли это на самом деле диабет второго типа? То есть, исцеляет ли это человека от проблемы? Конечно, каждый подумает для себя сам, но по факту это, можно сказать, выглядит как... Для примера, представьте, на ваш почтовый ящик приходит сразу 50 писем. Если они придут в один день, то вы будете серьезно удивлены и перегружены, мягко говоря, впечатлениями. Это примерно так выглядит, когда человек и его врач измеряют сахар крови, глюкозу крови и видят большие цифры сахара крови и, соответственно, следом там гликированный гемоглобин и так далее. Вот это большое количество писем за раз. Теперь же, если вы будете получать 50 писем не за один день, а за, например, 30 дней или за 25 дней по два письма, это уже выглядит не так впечатляюще. Но два письма в день как будто бы более такое адекватное количество. При том, что количество писем все равно за месяц оно, по сути, одинаково. Также работает и эта ситуация. То есть, теперь, вместо того, чтобы сахар крови был высокий всегда без метформина на сахарном диабете второго типа. Теперь значительная часть сахара крови уходит в лактат и лактат в анализе сахара крови естественно не виден. Нужно измерять лактат крови. И это уже даже и не выглядит как сахарный диабет второго типа. И все было бы прекрасно. Если бы сахарный диабет второго типа это действительно была бы болезнь сахара крови. Но это не болезнь сахара крови. Как теперь нам уже известно. Под ней лежат гораздо более далеко идущие и глубокие механизмы. Нужно понимать следующее. Что глюкоза в крови высокая. Огромные цифры. Это, конечно, не к добру. Когда значения превышают возможности компенсаторных механизмов это может провоцировать осложнения. Да. И также к этому нужно относиться как к энергии. То есть это энергетический определенный субстрат. На самом деле эффективный настолько, что практически все клетки тела, большинство могут с ним совладать и использовать его в свою пользу. Благодаря чему многие из тех, кто сейчас это видит и в том числе я, все еще живы. Потому что глюкоза является универсальным субстратом для многих клеток. Энергетический. Без энергетических субстратов нету жизни. Так вот, если подходить к вопросу с позиции энергии и биоэнергетики соответственно процессу реализации и добычи энергии в живой материи, то возникает видение, что количество энергии остается примерно тем же самым. Что у вас допустим 100 глюкозы крови, либо у вас 60 глюкозы крови и 40 лактата. И там 100 энергии, и там 100 энергии. Да, только будет увеличиваться доза лактата, когда будет использоваться метформин. И штука в том, что сахарный диабет 2 типа это все-таки болезнь больше связанная как раз с энергетическим аппаратом клетки, биоэнергетическим аппаратом клетки, то есть с митохондриями, потому что именно митохондрии занимаются утилизацией глюкозы крови до конечных продуктов окисления СО2, карбонодиоксида, АТФ и воды. То есть самый эффективный путь. В случае, если человек поражен существенным диабетом 2 типа, сахарным, конечно же, в этом случае его митохондрии уже не очень-то и функциональны. И поэтому они не могут так же эффективно, как митохондрии здорового человека отрабатывать те же самые количество глюкозы. Поэтому глюкоза накапливается. Не только глюкоза накапливается. В недавнем видео этого же года я рассуждал про механизм, который очень четко показывает, откуда берется этот повышен сахар крови. Там я показывал, что не только сахар крови повышен, но еще и жирные кислоты в крови повышены. То есть сахарный диабет 2 типа это не просто какая-то болезнь сахарно-сладкая, но это еще болезнь сахарно-жировая. Так это можно вывести. И эти жирные кислоты тоже утилизуют митохондрии. И вот получается, что если митохондрии не функциональны по какой-то причине, то ни жирные кислоты, ни сахар крови не доходят до конечной точки превращения в эффективную используемую энергию и накапливаются в крови. И вот он так выглядит диабет 2 типа сахарный в анализах крови. Таким образом получается, что используя препараты типа метформина, которые переводят глюкозу крови в лактат, убирается такая небольшая как бы представьте пены такой конус и у пены сверху на верхушке маленькая такая остаточек такой маленький маленький и вот этот остаточек сверху, который конус кончик его ветром сдувает вот это в принципе эффект от мероприятий подобных метформином то есть убрали самые торчащие вот эти конусы колоски как хотите подрубили их а под этим осталось все остальное что создавало болезнь или даже айсберг еще проще было бы привести в качестве примера у айсберга вы видите меньшую часть над поверхностью воды это та часть которая может быть снижается с помощью метформина а под поверхностью воды можно увидеть огромную часть на которую метформин судя по всему не влияет поэтому перевод энергии которую не может метахондрия использовать в другую форму это как бы в моменте выглядит облегчающим ситуацию и действительно возьмите какого-нибудь девственно открытого диабетика второго типа у которого сахар крови 20 впервые зарегистрированный гликированный гемоглобин будет около 15 или больше конечно ему начать его путешествие метаболическое с помощью метформина на несколько недель это уже хоть что-то более-менее как-то профилактирует вот эти как раз верхушки этих айсбергов снимет а дальше нужно будет разбираться потому что если человек находится на метформине очень долгое время и не разбирается и не образовывается и лечащий врач никак не пытается разобраться то заболевание по сути остается и прогрессирует и со временем уже метформину организм вырабатывает толерантность потому что метформин все-таки это митохондриальный токсин полученный от растений и поначалу его отравляющий эффект воздействует как бы так бодряще потом тело к нему привыкает уже детоксифицирует его гораздо быстрее да и диабет троотипа гораздо веселее спрогрессировал на следующую стадию и он перестает работать совсем сахар крови может снова подниматься со всеми вытекающими осложнениями вот что такое перевод глюкозы в лактат ну и более того надо сказать что лактат весьма неэффективное все-таки изобретение с этой позиции действительно экстренный источник энергии под стрессом потому что вне диабетической ситуации лактат образуется у человека в случае если он выполняет что-то требующее большого количества энергии например высокоинтенсивные занятия спортивными нагрузками либо если он находится в условиях дефицита кислорода что в принципе пересекается всегда и это называется стресс-реакция и метаболизм тогда вынужден спускаться на несколько порядков ниже и производить энергию быстрее но меньше да с помощью лактата можно получать быстрее эти небольшие крохи энергии но получается во сколько раз меньше в 16 18 что ли раз в 16 18 раз меньше энергии будет получаться из лактата в отличие от того если провести молекулу глюкозы полностью до конечной точки внутри митохондрии где и получится как раз АТФ карбонодиоксид и вода то есть переведя человека на такой режим существования можно не удивляться что многие пациенты которые используют метформин при диабете второго типа тоже предъявляют жалобы на усталость на ухудшение настроения даже на одышку что по сути является осложнениями от накопления лактата потому что лактат у диабетиков второго типа и так накапливается потому что митохондрии не работают это же ожидаемо а тут сам метформин еще дает немножко лактата и лактата еще накапливается уже по двум механизмам и как раз вот этот лактоацидоз он тоже приводит к гипервентиляции и снижению физических сил тонуса к жизни так и энергии в несколько раз меньше человек может производить и использовать да конечно не все кто получает метформин жалуются на эти эффекты побочные это лишь говорит о том что их организм в гораздо более выгодных положениях и может давать ответ то есть серьезный ресурс имеет и может эффективно детоксифицировать вот эту дополнительную нагрузку которая идет от митохондриального токсина которым является метформин вот что такое лактат повышение лактата в системе едва ли можно считать положительным потому что это свидетель стресса у лактата нету каких-то особенных уникальных функций по крайней мере по мне известной информации которые бы выделяли его в такой контекст чтобы мы хотели его иметь повышенным всегда при обычных нормальных условиях нормальной метаболической функции здоровых митохондриях и так далее лактат невысокий всегда но как только что-то идет не так или очень высокая нагрузка или нехватка субстратов или нехватка окисления или нехватка карбонодиоксида лактат начинает подыматься и он является свидетелем стресса кстати про лактат уже было выступление в одном из длинных видео про пользу воды а вы смотрели видео доктора Никиты о пользе воды так вот посмотрите тоже узнаете кое-что про лактат в этом контексте поэтому узнали мы про лактат сейчас в лактат уходит часть глюкозы крови что видно в анализах что она снижается имею ввиду глюкоза крови но в то же время у всех диабетиков лактат увеличивается как без метформина так с метформином он должен становиться еще больше у тех у кого он не увеличивается это лишь означает что их организм может буферизовать еще лактат потому что в организме есть тоже механизмы которые призваны к регуляции этого процесса к буферизации лактата так мы это назовем то есть он за этим следит если человек не отвечает подъемом лактата это значит что он не очень-то и больной на самом деле вот об этом речь но это еще не все следующее куда глюкоза крови исчезает из кровотока и снижается в анализе когда человек принимает метформин это интересный такой путь как часть глюкозы переводится в жир чтобы компенсировать дефектный глюконеогенез в скобках привет от митохондрий которые тоже становятся дефектами да вообще на самом деле интересная ситуация и дальше еще покажем как этот эффект работает более детально но как было сказано еще в предыдущей секции метформин поощряет метаболизм жира и ту часть которая якобы отвечает за сжигание и ту часть которая и отвечает и за синтез да это интересная ситуация и как бы конечный результат конечный эффект в конце дня от этой совокупности противоречивых воздействий на жировой метаболизм он в лучшем случае нейтральный поэтому метформин не помогает людям с долгосрочным снижением жировой массы тела а вот в худшем случае чем у человека более скомпрометированное состояние организма и чем меньше жизненных ресурсов у него осталось тем более это будет приводить к интересному эффекту когда вроде процессы катаболические в организме а в некоторых местах жир будет наоборот синтезироваться что по сути означает вроде как процесс катаболический но жир где-то синтезируется сильнее что можно назвать как просто перераспределение жира в организме потому что в том числе во многих биохимических исследованиях было показано что при воздействии метформида у ряда людей не усиливается как раз таки та часть которая показывает усиленное окисление жиров то есть жиры вроде мобилизуются куда-то идут двигаются а результата нет то есть они не доходят опять тоже до метахондрий не превращаются в энергию то есть происходит перераспределение которое мы понаблюдаем далее кроме того что здесь я еще отметил и часть уже сказал а часть не рассказал да снижается потребление кислорода на фоне употребления метформина да это факт потому что именно метахондрия как органоид биоэнергетический помогает связать кислород с электронами из пищи так вот благодаря метформину гораздо меньше электронов из пищи доходит до кислорода в метахондриях поэтому кислород накапливается но не может быть использован потрясающая ситуация да то есть человек дышит дышит в нем кислорода на троих хватит но он не может быть использован потому что метахондрии дефектные стали из-за воздействия метформина и также из-за этой же причины параллельно с накоплением кислорода накапливается лактат про который мы сказали да и вместе это называется как гипервентиляция то есть человек дышит все больше все чаще и притом никакого эффекта от этого нет и он задыхается от кислорода потому что не может его использовать потому что высокие дозы кислорода обладают сосудосуживающим эффектом и угнетают по сути использование энергии удивительно но это так потому что почему потому что на фоне воздействий которые повышают лактат и которые повышают накопление кислорода без его использования в организме снижается производство и удержание карбонодиоксида он же CO2 он же углекислый газ без углекислого газа и без карбонодиоксида соответственно дышать кислородом смысла нет без карбонодиоксида невозможно использовать кислород просто по биофизическим законам которые известны физиологией скорее в медицине уже об этом изо всех сил стараются забыть и вы можете открыть самое простое учебник физиологии первый второй третий курс и это будет как раз кривая диссоциации гемоглобина карбокси гемоглобина оксгемоглобина и так далее и там будет видно тот эффект о котором я говорю и эту кривую диссоциации и объяснение этой физиологии я также показывал в одном из выпусков который был посвящен болезнетворным факторам окружающей среды и тем воздействиям с помощью которых можно им противостоять и там также рассказывалось массивно очень про карбонодиоксид и его роль так вот использование веществ подобных метформину которые блокируют работу метахондрий приводит к снижению производства и удержанию карбонодиоксида вместе с этим накопление лактата вместе с этим удушение избытками кислорода который невозможно использовать и это приводит к тому что по сути метаболизм достигает некой точки неэффективности и вообще в самых 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 крайних неприятных случаях что происходит возьмем для примера сепсис например сепсис это когда микроорганизмы бактерии находятся в крови с кровотоком передвигаются и иммунная система не может их локализовать и уничтожить то есть это форма генерализованной нелокализованной инфекции в теле это одно из самых тяжелых состояний и оно приводит к такому явлению как септический шок при септическом шоке лактат взлетает до небес как раз свидетель неэффективного метаболизма свидетель дефицита энергии и свидетель стресса и за этим следует смерть метформин конечно к септическому шоку и смерти от него не приведет потому что это не бактерия но метформин вызывает лактоацидоз у людей предрасположенных и это тоже может привести к смерти и там тоже накапливается лактат и все это из-за того что митохондрии не могут эффективно производить энергию и производить карбонодиоксид чтобы использовать поступающий кислород поэтому такой интересный эффект метформина по моей опять субъективной оценке потому что я лишь один человек и не могу знать за весь мир и не являюсь истинной последней инстанцией и конечно же рекомендую вам все это перепроверять уточнять с вашим лечащим врачом но я все-таки с сомнением отношусь что метформином вот так на долгосрочной перспективе можно организм сделать более устойчивым к разным стрессовым воздействиям и профилактировать много чего другого кроме диабета второго типа и более того продлить жизнь потому что в эссенции если посмотреть неоднократно я сегодня сказал что метформин является отравляющим веществом это да действительно уже я в прошлых выпусках то же самое повторял растительный токсин на службе диабетической промышленности которая так вот пытается им что-то сделать и сколько метформин существует а диабет второго типа на планете никуда не сдвинулся и более того прогрессирует и все больше и все чаще люди заболевают им и все в более молодом возрасте кроме того из интересных особенностей которых я еще не сказал что во всем перечисленном обязательно красной линии идет эффект накопления избыточных электронов эти избыточные электроны берутся конечно же из-за недоутилизованной глюкозы которая превращается в лактат накопление электронов в принципе что это значит для обычного человека электроны это высокореактивные мобильные частицы которым нужно куда-то пристроить свой заряд или другие молекулы и атомы со свободными местами хотят их к себе пристроить и из-за этого электроны и молекулы и атомы содержащие свободные электроны или имеющие недостающие места для электронов они ищут дополнительные электроны протоны которые все это сбалансируют и когда они появляются в стабильных структурах то они начинают эти структуры дестабилизировать потому что они начинают на них воздействовать это такое на ломаном языке объяснение того что люди боятся как раз реактивных форм кислорода те самые против которых используют замечательные антиоксиданты замечательные конечно же в скобках потому что как мы здесь видим очень эффективным антиоксидантом является что метформин почему потому что он тормозит оксидативный процесс в митохондриях как раз связывание электронов с кислородом и карбонодиоксидом кислород и карбонодиоксид точнее вода и карбонодиоксид которые образуются из-за связывания О2 с С и H2O это как раз безопасные формы электронов которые из тела свободно уходят либо участвуют в дополнительных реакциях каких-то дальше стабилизируют систему и так далее если не доходят электроны до кислорода и не образуется СО2 карбонодиоксид и вода то эти электроны по пути попадают как раз в разного рода приключения с образованием как раз этих высокореактивных радикалов пожалуйста это антиоксидативное воздействие препятствование собственному процессу оксидативного фосфорилирования которое происходит в митохондриях и является антиоксидативным воздействием смешно конечно но факт потому что антиоксидативный подобный эффект приводит как раз к накоплению электронов и избыточное применение каких-либо разного рода антиоксидантов тоже приводит к накоплению электронов а накопление электронов которые не могут покинуть тело лежит в основе очень многих неприятных проблем потому что если мы посмотрим даже на ту же диаграмму которая у меня здесь есть откуда берутся эти электроны вот переносчики электронов типа NAD и NADH это разные формы одного и того же здесь также можно было бы найти FAD и FADH но они не отображены кроме того есть еще альтернативы так вот эти переносчики электронов помогают доставить электроны в электронно-транспортную сеть где как раз митохондрии и эти электронно-транспортные комплексы сети доведут электроны до кислорода и все это благополучно будет нейтрализовано при воздействии таких веществ как метформин здесь пожалуйста на этой диаграмме происходит торможение цикла Крепса а в цикле Крепса как раз таки образуются эти и регенерируются до активных форм переносчики электронов и оказывается что переносчики электронов из-за торможения цикла Крепса из-за торможения митохондрии становятся по сути все заняты уже электронами уже некому по сути некому принять из свободных переносчиков электрон избытки электронов и накопление электронов лежит как раз в основе лишнего веса опять же в основе диабета троотипа в основе многих дегенеративных заболеваний потому что накопление электронов приводит опять же к чему к образованию свободных форм кислорода свободно-радикальных форм оксида азота и так далее то есть те кто сектантски штулизирует в эту теорию что антиоксидантами можно все вылечить и победить они борются а потом напарываются на то против чего боролись потому что избытки антиоксидантов тормозят процесс оксидации и приводит к образованию еще большего количества свободно-радикальных опасных форм которые начинают повреждать все вокруг и в конце концов это все тоже в том числе приводит к так называемому крабу да краб который уже превзошел посмертности болезни сердца и сосудов во всех этих дегенеративных старческих в том числе возрастных заболеваниях есть избыток электронов и дефицит переносчиков электронов и метформин является одним из как раз веществ который приводит к медленному но верному накоплению по сути занятых переносчиков что и является по сути накоплением электронов которые с более медленной скоростью покидают тело почему потому что было сказано что метаболизм глюкозы обрывается и она больше не доходит сразу до кислорода она несколько раз будет запущена в затяжной цикл кори и эти электроны в теле будут оставаться видимо в 16-18 раз дольше поэтому лечебный эффект метформина выглядит конечно фруктово на мой субъективный взгляд надо понимать что вы не должны принимать решение на основании того что я рассказываю пожалуйста думайте сами за себя и перепроверяя эту информацию вы все равно можете прийти к каким-то собственным выводам или ваш доктор поможет вам прийти к каким-то другим выводам которые тоже имеют право на жизнь если как-то согласовываются с вашей текущей практикой продолжая рассуждение о метформине я снова задаюсь вопросом на который уже во многом ответил но остались некоторые так скажем пробелы которые стоит уточнить если метформин прячет глюкозу из крови то куда и многое что я сказал выше в предыдущей секции про неэффективность метаболизма под метформином по сути это не является какими-то моими личными выдумками это идет иногда напрягую чуть ли не целыми цитатами из научной литературы в том числе на экране сейчас имеются выдержки из некоторых интересных статей по поводу метформина и даже представлен с одной из сторон перевод и как раз я зачитаю для примера в результате снижения дыхательного потенциала митохондрий глюкоза направляется на анаэробное дыхание что приводит к выработке лактата уточню что анаэробное дыхание он же анаэробный гликолиз это то с чего начинается метаболизм глюкозы и если все нормально то гликолиз анаэробный дальше переходит через перуват в цикл крепса и дальше уже в митохондрий это нормальный путь и там это все доходит до кислорода как было сказано выше и вот метформин как раз отрезает анаэробный гликолиз от продолжения то есть после анаэробного гликолиза продолжения нет поэтому вместо перувата все это переводится в лактат и пускается в затяжной цикл кория которыми я сказал выше это и есть как раз анаэробный гликолиз который приводит к образованию лактата что здесь сказано особенно в постпрандиальный период докладывается здесь постпрандиальный означает после пищи то есть метформин в принципе настолько эффективен что человек поел и глюкоза которую он принял с едой из-за воздействия метформина вот сразу же уже переводится в лактат ну хотя бы частично опять же эффект дозозависимый чем больше доза метформина тем больше митохондрии в теле будет поражено далее лактат опосредованный легкий метаболический ацидоз может быть причиной некоторого подавления аппетита опосредованного метформина как мы видим эта выдержка идет из статьи которая раскрывает некоторые механизмы эффектов метформина в случае ожирения у людей то есть в принципе многие замечают что на метформине они меньше хотят есть он как будто бы выключает у них вот это ощущение постоянного аппетита и они ценят этот эффект надо сказать что за этих людей конечно можно порадоваться но с другой стороны это в том числе и информация что по сути в этот момент когда метформин так вот отрубает аппетит в этот момент их метаболизм становится неэффективным до их митохондрии подавлены и в их крови накапливается лактат то есть это все признаки стресса а признаки стресса они приводят к адаптациям к стрессу вот что здесь самое то интересное и любые вещи которые подавляют аппетит ладно если это на короткой ноге там несколько недель а потом аппетит восстанавливается но если аппетит продолжает быть сниженным и надолго то когда воздействие субпрессанта аппетита прекращается тело начнет компенсироваться поэтому многие люди в том числе набирают лишний вес после того как завершают терапию метформином просто потому что все это время тело терпело 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 боролась с этим стрессором стрессор ушел а тело вздохнуло и понимает что лучше я к следующему разу подготовлюсь потому что я не знаю откуда и как следующий раз прилетит поэтому дай-ка сейчас запасем энергии и поэтому она старается накопить чуть побольше жира чем у человека было вот так на всякий случай в принципе такая логика у тела это как раз куда прячется это в лактат мы уже увидели и про это я уже говорил исчерпывающий уже лактатом наверно кому-то в темени дырку протер да но кроме лактата про жир тоже было сказано и там я не договорил и здесь сейчас будут договаривать другое исследование заголовок его будет приведен ниже из него цитата метаболические исследования с использованием стабильных изотопных трейсеров были проведены у десяти инсулинорезистентных участников с избыточным весом ожирением и неалкогольной жировой болезни печени то есть взяли людей у которых есть лишний вес жировая болезнь печени ну и видимо какие-то минимальные явления инсулинорезистентности точно должны быть и также эти же люди никогда раньше не принимали метформин и этих людей на протяжении 12 недель полечили метформином и сравнили их показатели до лечения метформина и после лечения метформина и дальше они посмотрели что стало с их тканями что стало с субстратами и так далее это мы увидим ниже в таблице из этого исследования и так вот само исследование на тех самых людях которым давали метформин и у нас есть таблица которая нас интересует по некоторым моментам сейчас ее и разберем слева колонка показывает до метформина справа показывает после и отметим следующее у них изменился вес тела да они потеряли что-то около двух с чем-то килограммов веса тела где-то 2,3 это получается минус 2,3 то есть можно сказать что это вообще-то положительно но мы еще не знаем какой это вес тела давайте узнаем какой это вес тела жировая масса как изменилась она изменилась на 1 килограмм то есть 1 килограмм жира за 12 недель в принципе неплохо потому что кроме премометформина вроде как они ничего не делали какой-то особенной диеты не соблюдали и так далее кроме жировой массы как изменилась остальная масса тела этих людей безжировая масса в безжировой массе они потеряли вот как раз уже что это такое 1 и 2 что ли до килограмма или около того а безжировая масса включает в себя кости, органы, мышцы, вода то есть среди этого и воды много будет ну и какое-то тоже потерянное количество функциональной ткани как мышечной массы здесь тоже может быть хорошо ну хотя бы можно порадоваться за 1 килограмм жира который у людей ушел дальше индекс инсулинорезистентности снизился на пару единиц что тоже положительно можно оценивать то есть вроде как видим положительные эффекты от метформина у людей никогда не леченных но у которых есть не алкогольная жировая болезнь печени и лишний вес индекс массы тела кстати у этих людей на начало был 33 то есть это уже свыше чем первая степень ожирения так называемого конечно снизилась слегка глюкоза крови это ожидаемо инсулин снизился тут на 4 единицы тоже ожидаемо дальше фиксируем то что о чем я и говорю подъем лактата ну где-то больше чем 20-25 процентов поднимается лактат вот он пошел уже легкий лактоацидоз надо сказать что не все кто принимает метформин умирают обязательно из-за лактоацидоза у многих людей тело может буферизовать этот процесс о чем я в принципе говорил раньше поэтому у некоторых счастливчиков и с самыми крепкими организмами у них даже может не наблюдаться повышение лактата потому что буферные системы работают вот но с другой стороны возникает вопрос если они такие здоровые прекрасно себя чувствуют и буферизуют замечательный лактат то от чего их лечит вообще а есть ли у них диабет 2 типа дальше на одну десятую снизился холестерол но это не очень интересно нам в этой ситуации слегка меньше в крови обнаруживаются неэтерифицированные жирные кислоты то есть это не совсем жир плавающий в крови а это жирные кислоты свободные от глицерина плавающие в крови рядом смотрим что также чуть-чуть стали меньше 3 глицериды в крови были 1,7 стали 1,4 то есть в целом вроде все как положительно но что мы тогда докопались до этого исследования а оно показывает что есть изменения в печени после приема метформина и оказывается было замечено что в печени увеличилось количество жира насколько ну чуть больше чем на 1% плюс 1% жира больше стало в печени на самом деле достаточно точные измерения поэтому это не статистический какой-то глюк или погрешность таким образом как раз скорее всего вот так может наблюдаться тот эффект о котором я говорил выше что при приеме метформина не у всех людей усиливается процесс именно окисление жира у большинства и видимо у особенно больных жир всего лишь перераспределяется и здесь пожалуйста в печень пошел жир а у людей и так не алкогольная жировая болезнь печени нужно понимать что здесь у нас до начала метформина 15.9% жира в печени это уже более чем в 3 раза больше нормы и если так подумать получается что метформин и эту цифру поднял то есть он усилил проявление ожирения печени у этих людей интересное лечение на самом деле да и это даже привело к тому что я узнав эти данные больше не могу рекомендовать людям которые обращаются ко мне с запросом по поводу не алкогольной жировой болезни печени я уже не могу метформин назначить потому что я понимаю что он как минимум будет противоречить все остальные терапии которая будет помогать избавляться от ожирения печени кстати про ожирение печени есть диагностическое видео на канале есть и другие подробные выступления и по честности сказать за 12 недель даже без этого метформина не принимая вообще никаких лекарств можно было бы добиться гораздо больше буквально смены питания про питание при не алкогольной жировой болезни печени уже много на моем youtube канале есть выпусков поэтому я здесь повторяться не буду кому нужно тот найдет изучит и увидит что эти люди возможно 12 недель теряли время потому что за 12 недель это сколько можно жира выгнать за 12 недель из печени имею ввиду к сожалению в бытовой практике и для обычных врачей недоступно измерение жиров внутри печени обычными методами а биопсию ради этого мы точно делать не будем поэтому точных цифр я не знаю но точно за 12 недель с помощью питания можно не только удержать печень от накопления жира а метформин добавил жира но и выгнать я думаю процентов пять точно можно из-за человека из его печени жира одним лишь питанием поэтому эти люди по сути просто потеряли время как минимум что сами ученые докладывают по поводу вывода в этом исследовании мы продемонстрировали механизмы действия метформина при которых он улучшает чувствительность к инсулину и способствует снижению веса без улучшения показателей внутри печеночных триглицеридов эти наблюдения частично объясняются увеличением печеночного деноволипогенеза то есть процесса синтеза жира внутри печени о чем я говорил выше и отсутствие изменений в окислении жирных кислот то есть вот простым языком то что я в самом начале говорил что метформин стимулирует жировой метаболизм в том числе на синтез жира и оказывается внутри печеночного в первую очередь судя по всему потому что в остальных частях тела эти люди вроде как жир-то какой-то потеряли но по итогу выглядит так словно часть из него точно осела в печени вот так то есть в данном случае можно даже так смело сказать моя гипотеза никому не повторять и это не является истинной последистанцией что метформин у людей с неалкогольной жировой болезни печени может привести к переводу на более продвинутые стадии этого заболевания после неалкогольной жировой болезни печени идет неалкогольный стеатогепатит а неалкогольный стеатогепатит переходит дальше фиброз и цирроз то есть это на самом деле далеко идущие последствия поэтому когда у человека уже есть ожирение печени значение метформина стоит ох как следует обдумать и к счастью этот эффект на ожирение печени интересует ученых по миру поэтому появляются уточняющие исследования которые открывают интересные детали вот перед вами как раз то что идет из так скажем новинок и здесь как раз сообщается о том что из заголовка берем ингибирование комплекса номер один оно же с помощью метформина видимо да приводит к по сути индукции бесплодного цикла жирных кислот очень простым тупым языком сказал но самое главное что я хотел передать это бесплодное вот это слово futile вот это как раз наверное характеризует как охарактеризовать метформин одним словом в отношении диабета второго типа бесплодный вот это оно что здесь было обнаружено в общем они взглянули тоже на этот вопрос которым я задался а если сахар крови пропадает из анализа на фоне приема метформина то куда он уходит да мы уже многие механизмы сегодня поняли основные и дальше мы уточняем следующим образом что вот эти ученые говорят мы пришли к выводу что ингибирование NADH дегидрогеназы это так называется комплекс номер один который блокирует метформин как раз приводит к метаболическому сдвигу от гликолиза гликолиз если общими словами брать это означает что анаэробный переходит в аэробный то есть через метахондрии доходит все до кислорода окей окей и вместе с гликолизом от цикла лимонной кислоты все это переходит на фоне этого метформина к пинтосфосфатному пути пинтосфосфатный путь это один из так скажем обходных путей метаболизма глюкозы когда она не может быть расходована через нормальные пути и этот пинтосфосфатный путь по сути усилен сам по себе уже в условиях патологии то есть диабета второго типа он уже и так по сути работает на полную катушку в пинтосфосфатном пути образуются в том числе и ксилитол и ретритол на которые последнее время обрушилось море критики и слабых исследований показывающих якобы их вред я кстати разбирал их уже несколько за эти годы я три таких исследования разобрал и большинство из них достаточно слабые подробности найдете в ютуб канале сами так вот на фоне диабета второго типа этот путь и так уже усилен и здесь метформин еще больше усиливать тот же путь который усилен на фоне диабета второго типа соответственно все это приводит к чему что меня вот интересует самое интересное строчки это финальные жировая ткань на фоне метформина превращается в орган метаболизирующий глюкозу так а зачем и что это значит орган метаболизирующий глюкозу а вот что я думаю по этому поводу субъективно раз большинство клеток повреждены по сути их биоэнергические станции то есть метахондрии с помощью метформина и они уже не могут эффективно глюкозу расходовать и использовать сюда же входит и печень у печени заторможен глюконеогенез она не может эффективно кормить ни себя ни окружающее тело потому что печень постоянно поддерживает сахар крови для остального организма теперь она это делать не может из-за этого печень вынуждена переходить на питание жирами поэтому в жировых аппаратах биоэнергетических печени усиливается активность поэтому вроде как в печени и усиливается метаболизм жира но в то же время усиливается и его правильно накопление потому что опять из-за метформина печень сама начинает питаться жирами но опять же из-за торможения митохондрии не может это делать в полную силу по тем же причинам и из-за этого раз углеводы тоже печень не может использовать и старается больше полагаться на жиры жиры должны откуда-то идти а представьте я сам тоже себе представлю человека который использует самые формальные обычные рекомендации какого-то безымянного эндокринолога любого возьмем то есть там нужно да метформин принимать и есть ежедневно 3-4-5-6 порции крахмалов ну да например хорошо то есть у него огромный поток крахмала конвертируется постоянно через пищеварение как раз поступающую глюкозу крови и конечно же диабетикам второго типа рекомендуют поменьше жиров ну окей нас интересует больше крахмальная часть вот это большое количество крахмала попадая в организм который не может большое количество крахмала использовать глюкоза блокируется в митохондриях с помощью метформина приводит к тому что эти глюкозы молекулы будут отправляться согласно этому исследованию в жировые клетки и там метаболизироваться до чего что эффективно метаболизирует жировая клетка жировая клетка эффективно метаболизирует поэтому здесь так и сказано что вот эта адаптация к прямому метформина превращает жировую ткань в по сути орган метаболизирующие углеводы до чего метаболизирующий до жиров и дальше эти жиры отправляются в печень вот такой длинный путь вынужден совершать субстрат энергетический в организме человека разумного разумного когда его лечат препаратом первой линии от диабета второго типа метформином это и по сути является что они назвали бесплодный бесполезный бессмысленный цикл жирных кислот потому что они в печени с трудом горят а жировая ткань теперь создает еще больше и отправляет в печень потому что печень остается голодной у печени заторможен глюконеогенез но усилен денова липогенез и в то же время из-за общего торможения митохондрий тормозится и ветвь утилизация жиров на метформине и это почувствуют скорее всего не все и не сразу но те особи которые наиболее скомпрометированы по своему состоянию которые начнут принимать метформин для них это будет наиболее выражено потому что у них нету по сути ресурсов организме чтобы компенсировать вот этот эффект бесплодный эффект метформина вот и более того становится неудивительным что на метформине люди не могут похудеть потому что согласно этому исследованию опять же если жировая ткань становится важным глюкозом метаболизирующим органом на фоне метформина то избавляться от жировых клеток становится невыгодным потому что если избавиться от жировых клеток то что будет еще другое для печени синтезировать жиры у остальных органов другие метаболические функции у самой печени она и так сама себе старается синтезировать жиры причем она это делает и согласно другому исследованию которое выше построили в секции она потом не может от них избавиться а потому что почему потому что общая метаболическая функция это общий метаболический статус организма он становится неэффективным на метформин но более того у людей которые болеют метаболически допустим ожирением печени как вот смотрели мы выше в таблице люди которые с ожирением печени с лишним весом начали принимать метформин у них печень ожирела еще больше у них еще и до приема метформина метаболизм уже был так скажем не в самой лучшей форме а тут им добавляют еще митохондриальное отравляющее вещество которое делает их метаболизм еще менее эффективным и это еще больше в том числе тормозит печень которая и так не могла от жира освободиться а теперь еще больше не может от жира освободиться но при этом она становится зависимой от жира потому что она не может использовать углеводы то есть как это вообще сходится в какую-то терапевтическую картину и модель как вообще это там диабет или что-то подобное метаболическое лечится если организм уже испытывает нагрузку и стресс повреждения митохондрий из этого накапливаются субстраты а тут ему еще пробивают митохондрии с другой стороны перо под ребро было слева станет еще справа с метформином и в чем лечебный эффект если по сути тело всего лишь вынуждено к этому как-то адаптироваться и вот как раз в этой адаптации и заложено возможно какое-то воздействие терапевтическое то есть в ответ на метформин организм примата разумного разумного возможно хотя бы чуть-чуть оздоравливается не благодаря самому метформину а благодаря тому что он вынужден его отрабатывать и мобилизовать на это свои силы то есть ему приходится тратить еще больше сил в болезненном состоянии чтобы давать ответ на лекарство которое напрямую не делает метаболизм эффективным опять же выше смотрели там был заголовок метформин в метаболизме при ожирении там невероятно четко сформулированное возможно не привел саму эту цитату здесь но кому надо тот найдет по заголовку там есть что метформин приводит к неэффективности метаболизма все точка вот после этого я думаю лечебные воздействия метформина какие-то странные уже становятся мы неэффективный метаболизм лечим другими вещами которые делают его еще более неэффективными где в итоге конечная выгода вот этого я не могу понять что можно добавить про метформин еще перед одной интересной секцией о нем же то что у него много защитников хорошо будет длинная очередь людей которые будут защищать метформин и они скажут что я отношусь к метформину предвзято и я с этим абсолютно согласен субъективен я потому что раз и во вторых сколько я существую на планете и возможно еще в моих каких-то прошлых реинкарнациях столько лет все это время метформин на планете есть диабет второго типа на планете есть и диабет второго типа только все чаще больше у людей встречается несмотря на наличие этого прекрасного препарата под названием метформин то есть работает он или нет да конечно известно отчасти работает сахар крови снижает я уже сказал что если кто-то использует метформин с разрешения своего леча врача и есть на то рационал то не спешите бежать со всех ног его отменять если вы сомневаетесь оцените свое самочувствие сходите на прием к своему доктору уточните что происходит задайте ему вопросы что и как работает в вашем случае возможно именно в вашем случае это невероятно оправданно но в общем рационал такой я вижу что самых ярко пышущих впервые диагностированных диабетиков второго типа имеет смысл запустить на метформин на несколько недель чтобы так скажем снять эти сливки высокой глюкозы крови но потом нужно заниматься причинами и нужно менять препараты и к счастью есть более эффективные препараты уже сейчас и менее токсичные и без этих побочных эффектов и которые можно назначать в комбинации когда есть и диабет второго типа и ожирение печени как мы видим метформин так уже не назначить при ожирении печени с метформином станет возможно еще более злободневным а есть препараты которые можно использовать но это не метформин все на планете есть чтобы этот препарат уже пересмотреть неоднократно и более того будут сторонники которые скажут но метформин провоцирует размножение митохондрий митохондриальный биогенезис вы же знаете как сейчас популярна тема митохондрий и куда ни плюнь везде эксперты митохондрий везде семинары конференции по митохондриальному здоровью огромная индустрия как священники действительно метформин провоцирует митохондриальный биогенезис что это такое это по сути увеличение количества митохондрий но с другой стороны диабет 2 типа провоцирует митохондриальный биогенез на начальных стадиях особенно это одна из адаптаций к как раз болезни митохондрий что тело старается на первых этапах увидев дефект в производстве энергии произвести больше энергии производящих вот этих станций чтобы компенсироваться и поэтому в начале на первых стадиях type 2 diabetes мелитис он же сахарный диабет 2 типа митохондрий становится больше но это не надолго помогает потому что митохондрии то производятся дефектные митохондрии потому что диабет 2 типа это не болезнь дефицита митохондрии это болезнь дефекта митохондрии то есть митохондрии почему-то нефункциональные поврежденные чем-то заторможенные и что диабет 2 типа размножает дефектные митохондрии что метформин размножает дефектные митохондрии более того метформин делает их в два раза более дефектными. И получается, что в метаболизме, в организме человека разумного образуется во много-много-много раз больше слабофункциональных метахондрии. Какой от них в итоге толк? Это малоадаптация называется. То есть, бесполезно сделанная работа, не приведшая к результату. И так вот, сколько я смотрю сейчас, и материал, который я отсмотрел перед этим несколько недель и месяцев до этого, и который не вошел сегодня в это выступление, потому что я осознаю, что здесь менее 15% чем от того, что я в принципе подчеркнул. Воздействие диабета второго типа и воздействие метформина на организм, они очень похожи. И как будто бы диабетическая промышленность пытается лечить подобное подобным. Метахондрии и так в раскорягу, а мы давайте еще заколем их до полусмерти, чтобы они еще более в раскорягу были. И по сути получается, из-за этого эффекта перераспределения глюкозы крови в виде лактата, в виде бесполезных жирных кислот и так далее, и ожирения печени, что метформин не лечит диабет второго типа и маскирует его прогрессирование дальше, потому что да, сахар крови-то не растет, и это может быть замедляет какие-то очевидные осложнения типа ретинопатии или диабетической нефропатии, которые серьезные вещи, конечно, да, но другие микропроблемы-то они продолжаются и накапливаются. И в том числе такие неприятные вещи, как дегенеративные заболевания нервной системы, Альцгеймер, Паркинсон, там везде будут дефекты митохондрии. То есть дефект митохондрии при диабете второго типа продолжается. Кроме того, известная болезнь, как краб, при крабе тоже дефектные митохондрии. И чем больше дефектных митохондрии, тем выше риск опять краба. И диабет приводит к дефектным митохондриям. И метформин приводит к дефектным митохондриям. И метформин же пытаются ввести как противокрабовое средство. Изо всех сил пытаются. Но я сколько посмотрел этих исследований, в итоге большинство из них имеют слабый базис, а потом следом через несколько лет выходят переопровержения, показывающие, что здесь была допущена методологическая ошибка, приведшая к таким излишне оптимистичным результатам. Поэтому рано считать, что метформин способен на 100% лечить и профилактировать заболевания, которые опухоли и крабы. конечно там есть эффект от воздействия на AMPK, то есть как раз на вот этот белочек, который аденозинмонофосфат киназный, который запускает катаболические процессы. но в некоторых как раз таки тканях крабовых и опухолевых этот белочек и так активирован. И активация этого белочка меняет структуру клетки и ее подвижность. и имеет смысл в метастазировании. Избыточная активация как раз вот этого AMPK может приводить к тому, что крабовые клетки проще будут убегать по организму, что называется метастазирование и убегать в том числе от хирургии, если по-простому говорить. Поэтому не надо торопиться с введением метформина в качестве универсального средства против всего. Я, по крайней мере, со своей физиологической и субъективной точки зрения не могу найти под этим никакого рационала, потому что его эффекты противоречат поддержанию нормальной физиологической функции организма. И те, у кого он работает, это всего лишь выносливые люди, которые все еще скомпенсированы и имеют жизненные силы. Потому что чем выше возраст и чем меньше ресурс организма, я думаю, тем слабее перспективы, так скажем, по беззаботной жизни на хроническом метформине. Следует отдельно отметить тенденцию к продвижению метформина в качестве лекарства против возраста. Как вы знаете, это очень модная сфера, очень актуальная сфера, я имею в виду по поиску некоторых веществ, молекул, которые будут замедлять старение, продлять жизнь и отсрочивать наступление соответственных заболеваний. И на этот, так скажем, пост таких веществ, которые это провоцирует, кандидатов много, уже однажды были рассмотрены подобные чудо-вещества в одном из видео, посмотрите, про ресвератрол было и так далее. Так вот, метформин тоже чуть ли не во главе угла маршировал когда-то по этому вопросу. Как так получилось, как до этого дошло и что с этим стало? Вот однажды вышло исследование, в котором было показано, что диабетики второго типа, которые применяли метформин, выживали более эффективно, то есть у них была более длительная продолжительная жизнь по сравнению со здоровыми людьми, которые не имели ни диабета второго типа и не принимали метформин. Да, еще раз надо услышать, что диабетики второго типа, принимавшие метформин, жили дольше здоровых людей без метформина. И после этого началась собственно интересная тенденция. она начиналась и до этого, но после этого уже люди превратились в активных верующих в метформин, начали принимать его без показаний, хронически, чтобы подольше жить, да, пораньше родиться и попозже умереть. Так вот, как раз этому и посвящена эта секция, что что же стало дальше с этой тенденцией. Потому что после обозначенного мной исследования вышло еще одно исследование. Через несколько лет, даже не несколько, а там, наверное, лет 15-16 или около 20, да, был пересмотр данных. Так, как он называется, да, переоценка данных о некоем преимуществе в выживании в выживании диабетиков второго типа, леченных метформином по сравнению с обычными людьми без диабета. Предыдущие исследования показали, что люди с диабетом второго типа, начавшие монотерапию метформином, имеют преимущество в выживании по сравнению с общей популяцией без диабета. Этот вывод вызвал значительный интерес к профилактическому применению метформина против возрастной заболеваемости. Результаты этой переоценки видны у нас теперь в виде графиков. Здесь две схемы, посмотрим сначала ту, которая на одном уровне со мной, на экране она будет слева. Здесь есть две линии, это, соответственно, линии выживаемости. Чем ниже линия проваливается с течением времени, тем больше означает количество погибших людей. В этом смысле здесь две линии у нас. Одна линия это люди, которые принимали метформин с диабетом второго типа. Это более светлая линия. И более темная линия это люди, которые во многом похожи на эту популяцию по разным параметрам, кроме того, что они не принимают метформин. То есть у них бывает вес один и тот же, там некоторые анализы крови одни и те же, возраст, но они не принимают метформин. И соответственно более темная линия, как мы видим, ее выживаемость за 8 лет где-то осталась на уровне 88. То есть около 88% людей через 8 лет еще были живы. С с другой стороны диабетики принимавшие метформин через 8 лет из них остались живы меньше чем 84%. Так, то есть переоценка тех же самых данных уже через сколько там 10-15-20 лет показалось, что у диабетиков второго типа принимавших метформин преимущества по выживаемости нет. Как так? Данные те же самые, а результаты отличаются зеркально на 180%. Но это одно. А второе в графике еще более интересном, который подо мной, здесь сравнение шло по максимально похожим людям. Если я вообще верно понял, то здесь были взяты близнецы. Да, то есть люди возможно генетически очень близкие. Либо они полностью совпадали по всем метаболическим и антромометрическим показателям и возрастным. Либо имели еще и полное совпадение по генетике. Потому что генетика она же так важна в диабете второго типа. Так вот здесь тоже две линии. Люди, которые принимали метформин и люди, которые не принимали метформин, будучи максимально близкими друг к другу. Те, кто метформин принимали и имели как раз эту монотерапию метформином, из них где-то через 8 лет остались живы где-то опять же около 84%. Из тех близких к ним близнецов, которые не принимали метформин через 8 лет, живы остались примерно около скольки? Я думаю, это можно считать около 94%. То есть расхождение по близнецам получается еще больше, чем по людям, которые не имели вот этой генетической родственности. 10%. То есть представь, доктор Никита, у тебя есть брат и допустим у тебя есть метформин и диабет. А у брата нету ни метформина, ни диабета. Так вот относительно моего брата у меня гораздо меньше шанс выжить в течение следующих 8 лет. Несмотря на прием метформина. Вот. Такие данные пересмотра, результаты пересмотра тех же самых данных, но через 10, 14, 15, я не помню сколько точно лет. Одни и те же по сути собранные данные, но разные используются статистические формулы хищрения. Я прекрасно помню людей, которые благодаря исходным этим исследованиям, где диабетики типа на метформине выживали интенсивнее, бодрее, чем люди здоровые без метформина. После этого исследования были люди, которые стали принимать метформин пожизненно. и верили в него. Принимали, верили, принимали, верили, принимали, верили, принимали, верили, принимали, верили. А потом вышло исследование, которое пересчитало все заново и показало методологические ошибки первого подхода. После этого они сказали, я больше не принимаю метформин. С одной стороны можно сказать, что люди держат пульс на науке. А с другой стороны можно сказать, что и никакой науки не было за это время сделал на самом деле-то. Потому что основные эффекты метформина на организм Homo sapiens sapiens они известны задолго до этих исследований. Потому что метформина тоже уже скоро будет около 100 лет или даже больше лет. Я точно не помню его день рождения и праздновать его не собирались. Но то есть вот это ожидание очередного эпидемиологического исследования, в котором будут применены статистические ухищрения, которые я не могу сконтролировать, чтобы принять решение, принимать мне молекулу, которая отравляет мои митохондрии, это выше моего понимания на самом деле. А очень много на самом деле таких, можно сказать, в формальном поле видных специалистов обратили внимание на метформин для продления жизни у недиабетиков второго типа из-за подобных данных. А потом также легко от этого отказались. Я не знаю, как это. Можете, конечно, это говорить, что люди обновили свои научные данные. А с другой стороны, можно сказать, что эти же самые люди, возможно, не вникали никогда в особенности физиологии, также в фармакологические знания о работе конкретно разбираемых сегодня веществ. Вот тот самый метформин. Ну, такая ситуация с этим метформином. В принципе, я про него уже достаточно отчетливо выразился. И не мне его отменять людям, которые его уже принимают. Я полагаю своей наивной детской душей, что эти люди под руководством своего лечащего врача, все знают, что они делают. И в их случае это просто оправданно. На самом деле, да. То есть, человек оказался с сахаром крови 20, гликированным 15 посреди пустыни, где есть только дюн и метформины. И больше ничего нету. Никаких других вмешательств невозможно сделать. Но тогда, да, это оправдано, потому что, опять же, видите, важен контекст. Либо какие-то еще уникальные особенности, которые позволяют именно использовать только этот препарат. Кто такой я? Я не судья этому вопросу. Поэтому, если вас эта информация, которую вы сегодня узнали, она как-то вызвала эмоции, напрягла, вызвала возбуждение, то не торопитесь. Пожалуйста, уточните с вашим лечащим доктором, что по этому поводу нужно и можно делать дальше. Тем временем я перейду ко второму древнему веществу, которое тоже может пролить свет на работу митохондрий в условиях диабета второго типа. И это древнее вещество называется аспирин. И, соответственно, ему относящиеся к нему салицилаты. Аспирин – это ацетилсалицилат. Да, это всего лишь аспирин. Больше тут добавить нечего. Древнее вещество действительно ему уже, я думаю, более 100-150 и так далее лет, в виде салициловой кислоты и ацетилсалициловой кислоты, а в виде еще до этого в виде экстракта, там вообще тысячи лет насчитывает его использование. В принципе, в медицине, какой бы она ни была за последние все эти года, известен давно эффект при диабете второго типа. Это было открыто еще в 1900-х или даже еще раньше, я сейчас точно помнить не буду, потому что это осталось в публикациях, которые я читал, когда применение салицилатов у ревматических больных с ревматойным артритом в том числе, да, точнее будет сказано, снижало у них глюкозу крови, глюкозу в моче, и тогда попробовали применять также у диабетиков салицилаты, и показали, что у них тоже уменьшается выведение глюкозы с мочой и, соответственно, глюкоза крови. И то есть этот эффект известен издавна. Но, как мы знаем, салицилаты и ацетилсалициловая кислота не классифицированы в фармакологии как противодиабетические средства. Они, во-первых, классифицированы как что? Как противовоспалительные, как обезболивающие. Самое простое. То есть головная боль, суставы заболели и так далее. Это то, как это классифицировано. И, соответственно, аспирин по этому поводу формальный врач для лечения диабета назначить не может. Потому что он не сможет это оправдать, потому что этого нигде нет в классификациях, нигде нет в клинических рекомендациях. И за такие своевольные выходки можно и премии лишиться, а в некоторых случаях и быть увольным. Но, как известно, медицина, которая практическая, она отстает от физиологии, от биологии и прочих смежных дисциплин на несколько десятилетий. И в науке, о которой я говорю, много что уже исследовано, чего нет в той же практической медицине. И этот эффект салицилатов и отстил салициловой кислоты на толерантность к глюкозе и, так скажем, чувствительность к инсулину был протестирован. Сначала в крысах. Крысам давали высокие дозы аспирина. У крысы на этом фоне снижался сахар крови, снижался инсулин. Значит, усиливалось, восстанавливалась чувствительность к инсулину. Снижались триглицериды, жирные кислоты, снижался холестерол и так далее, и так далее. То есть, это было очень интересно, классно. Но был рационал такой, что это всего лишь крысы. В людях этот эффект еще не повторен, поэтому не надо торопиться. Но дальше, где-то в 2002 году, если не ошибаюсь, очень интересное исследование вышло в людях. И, по сути, это исследование, которое я сказал, в крысах, но повторенное в людях. Что в нем было сделано? Оно называется механизм, по которому высокодозный аспирин восстанавливает глюкозный метаболизм в диабете второго типа. Здесь, конечно, не только про механизм. Здесь, собственно, и само клиническое воздействие было сделано. Что было проведено? Лечение высокими дозами аспирина привело к снижению уровня глюкозы в плазме крови на 25%. Что сопровождалось снижением общего холестерина и цереактивного белка на 15%. Триглицеридов на 50%. Клиренса инсулина на 30%. Несмотря на отсутствие изменений в массе тела. Клиренс инсулина, если перевести на простой, это значит, как долго инсулин болтается в крови. В случае воздействия аспирина на 30% быстрее инсулин из крови уходил. Во время теста на переносимость смешанной пищи, то есть люди просто смешанный прием пищи приняли, что было измерено после него, было замечено, что снизился уровень глюкозы на 20%, а уровень жирных кислот на 50% соответственно. И лечение аспирином также привело к снижению на 20% базальной скорости печеночного производства глюкозы, то есть глюканелогенез снижался на фоне приема аспирина, и улучшению на 20% инсулин стимулированного периферического поглощения глюкозы. В общем, куда ни кинь в этом исследовании клин, а везде аспирин налаживал показатели углеводного обмена у диабетиков второго типа. Надо сказать про этих диабетиков второго типа, что их было 9 человек. Они все были с серьезным ожирением. Индекс массы тела около 37 или около того. За это время они не потеряли вес. Они использовали аспирин на протяжении двух недель в дозировках где-то между 6,5 до 7 грамм. Получали они это в виде таблеток. Весьма интересный эффект от скромного аспирина на диабет второго типа. Но к этому нужно задать ряд вопросов, который также был задан к воздействию метформина. А к метформину задавал я такие вопросы, как Если сахар крови снижается, то куда девается сахар крови? И в отношении аспирина какой будет ответ? Такой же, как с метформином или какой-то другой механизм? Оказывается, что в отношении аспирина механизм все-таки будет другой. И для этого, если вспомнить воздействие метформина, то сейчас здесь на экране есть электронно-транспортная цепь как раз. И мы видим самый первый комплекс. Вот он, я его обвожу. Вот это комплекс номер один. И этот комплекс как раз под воздействием метформина тормозится. И из-за этого тормозится работа всех остальных комплексов. И поэтому митохондрия становится менее функциональной. Из-за торможения этого комплекса и из-за торможения регенерации переносчиков электронов в виде здесь NAD+, тормозится то, что находится под электронно-транспортной цепью. А под ней находится цикл крепса. И если цикл крепса тормозится, то в цикл крепса больше уже не может войти тот самый перуват. Потому что цикл крепса будет переполнен и не пустит. И тогда перуват пойдет в лактат. А лактат пойдет в печень. И мы как раз уже имеем те самые эффекты, которые я рассказывал все это время очень длительно про метформин. Это эффект метформина. То есть здесь мы это поняли. Как будет отличаться эффект аспирина в данном случае? В данном случае аспирин не ставит блоки на электронно-транспортную цепь. Наоборот, под воздействием аспирина, доза зависима, комплексы электронно-транспортной цепи работают эффективнее. То есть, по сути, аспирин помогает доставлять дальше электроны до конечной точки назначения. То есть до четвертого комплекса АТП-синтетазы. Где будет как раз произведена энергия АТФ и получится у нас еще вода и СО2. Аспирин помогает довести до ума этот метаболизм. То есть, большое отличие на самом деле. И кроме того, я имею ввиду от метформина отличие. Кроме того, ниже лежащий под электронно-транспортной цепью цикл Крепса, он тоже ускоряется. И ускоряется и вхождение пирувата в цикл Крепса. То есть, все то, что тормозится метформином, с помощью аспирина ускоряется. Аспирин ускоряет прохождение электронов в пище по митохондриям. И на самом деле эффект настолько может быть выраженный, что в очень больших дозах аспирин будет приводить, по сути, к такому эффекту, который называется анкауплинг. Что это означает? Что здесь будет уже обрыв. Система будет просто не поспевать за электронами. И не будет успевать переводить их энергию в АТФ. И в результате будет образовываться карбонодиоксид, будет образовываться вода, но не будет образовываться АТФ. Вот это и есть этот эффект. От очень больших доз, возможно даже больше, чем в этом исследовании. И что в результате этого происходит? Если энергия не может быть переведена в АТФ, то она рассеивается в виде тепла. И митохондрии тоже нагреваются и нагревают окружающее пространство. И поэтому известен все-таки у аспирина эффект термогенетический. Термогенез. То есть аспирин способен поднимать температуру тела. Да, а вроде бы аспирин вообще-то должен быть жаропонижающим. Но аспирин жаропонижающий в смысле, что он блокирует распад токсических омега-6 на простагландины и так далее. Которые стимулируют патологически центр терморегуляции. И из-за этого температура поднимается. Вот это аспирин блокирует. И вместо этого он поощряет как раз метаболизм в митохондрии. Но и в очень больших дозах, которые возможно не стоит людям экспериментировать с ними. Он приводит к такому даже очень заметному термогенезу. Интересный эффект, который отчасти в медицине мало кто знает. Но аспирин повышает температуру тела. И это не патологическое влияние. Это по сути как дальнейшая провокация дыхания. Что такое я имею ввиду? Это неизбежно. Когда образуется очень много СО2. То всегда это будет приводить к повышению потребления кислорода. Потому что чем больше СО2, тем легче кислород отцепляется от гемоглобина. И тогда раз кислород опять проникает в клетки эффективно. Он опять встречает все эти электроны. И опять образуется энергия. Опять процесс можно повторять. То есть по сути такой отчасти и вечный двигатель. И приводит это к повышению дыхания. Люди, когда у них простимулирована электронно-транспортная цепь. До этого эффекта в том числе. Начинают дышать чаще. И если это какой-нибудь токсический препарат. Типа 2,4-динитрофенола. Это средства, которые в том числе использовали для экстремального похудения. И это очень опасно. Это не рекомендовано. Он приводит к термогенезу, поднимая метаболизм до около 40%. И его ничего не сдерживает. У него нет эффектов противостоящих этому. И люди умирают от избытка 2,4-динитрофенола. По сути сгорают изнутри. Перегреваются. Другой вариант, который больше всего подходит. Например, некоторые противовирусные средства. По-моему, это либо зидовудин, либо ламевудин. Который используется против вируса иммунодефицита человека. Они приводят тоже к этому эффекту. Но они не сбалансированы. И поэтому приводят в том числе к лактоацидозу. Аспирин не приводит к лактоацидозу. Потому что у него множество разных воздействий. Как бы друг друга компенсируют. Когда человек часто дышит. Если он неконтролируемо часто дышит. Это наступает дыхательный алкалоз. Вот дыхательный алкалоз. При аспирине он может наступать. Но он буферизуется. Тем, что всегда повышена концентрация СО2. И поэтому балансируются две вещи. СО2 всегда образуется много. И О2 всегда образуется много. Когда СО2 повышается. Это тоже приводит к некой форме ацидоза. Но это такая форма ацидоза. От которой по сравнению с лактоацидозом. Люди почти не умирают. Можно сказать. А О2 из-за частого дыхания тоже накапливается. Это дыхательный алкалоз. Но когда они вместе встречаются. То получается нейтрализация. Так скажем 0 на 0. И в итоге. Если человека. Который принял аспирин. Не перевести в какое-то состояние. Где он например интубирован. То есть это в реанимации. Если человека с большим количеством салицилатов в крови. В реанимации. Будут неверно лечить. Вот там его можно серьезно навредить. А в обычных бытовых условиях. Это едва ли достижимо. Но это наверное уже какие-то лишние подробности. Я говорю. Рассказывая эффект аспирина. Но в целом. Что я хотел здесь донести. Что принимая во внимание все разобранное. Так получается. Что вопрос задавался. А куда девается глюкоза крови на аспирине. Мы видели. Что на метформине. Глюкоза крови в лактат уходит. В жирные кислоты. А из тела не уходит энергия. То есть ничего не меняется по сути. А вот при аспирине. При его воздействии. Глюкоза крови уходит в митохондрии. И там расходуется. Превращается в конечные продукты обмена. В СО2. В воду. И аденозин 3 фосфорную кислоту. То есть как и должен работать метаболизм. И в результате энергия человека покидает. И электроны человека покидают. Не накапливаются. А это большая все-таки разница. Потому что этот сахар крови потом не будет буферизоваться. Возвращаться. Не образуется лактат. И так далее. И так далее. То есть это как раз. Вот этот интересный эффект. Который мне интересно. Было увидеть. Что два вещества. Оба могут снижать сахар крови. Тормозить производство глюкозы в печени. Даже усиливать чувствительность к инсулину. Но под этими эффектами разные механизмы и разные последствия. Потому что если посмотреть на метформин. Все те эффекты, которые считаются терапевтическими и достигаются на метформине. Они же достигаются и на аспирине. Но без последствий, которые есть от метформина. Вспомним, например. Что при диабете второго типа считается терапевтическим эффектом. Снижение глюкозы крови. Да, посмотрели. Для обоих веществ. Дальше. Замедление глюконеогенеза. Глюконеогенеза будет разным с точки зрения аспирина и с точки зрения метформина. С точки зрения метформина это будет по сути торможение работы печени. Печень на вот таком издыхании не может производить сама эффективное количество глюкозы. Чтобы обратно наполниться гликогеном. Потому что ее митохондрии тоже отравлены тем самым метформином. А в случае аспирина глюконеогенез тоже тормозится. Но за счет другого механизма. За счет какого механизма? Верно. За счет того, что активируется поглощение глюкозы митохондриями. Больше образуется СО2. И это подкрепляет дальнейший же метаболизм той же глюкозы и тех же жирных кислот. В результате меньше требуется инсулина для того, чтобы усвоить те же количества глюкозы. И по эффекту чувствительность инсулина увеличивается из-за того, что система начинает работать эффективно. То есть наконец-то эта глюкоза входит в митохондрии и выходит в виде энергии и продуктов промежуточных до СО2, которые снова стимулируют этот метаболизм. То есть если по-простому сказать, то аспирин делает печень более чувствительной к инсулину. В то время как метформин не делает печень более чувствительной к инсулину. Он всего лишь тормозит ее работу. Вот так. Ну кроме того, какой еще терапевтический эффект у нас здесь есть? Снижение жирных кислот в крови. Да, при метформине часть снижается, потому что задерживается по сути в печени. Мы поняли, что печень голодает по жиру, себя он накапливает, но опять не может до конца качественного производить. Производить-то может, а вот использовать не может, потому что ее аппарат тоже замедлен. А в случае аспирина на 50% впадают жирные кислоты, как было показано в исследовании. Почему? Потому что опять митохондрии начинают работать в целом. В целом аспирин поощряет метаболизм глюкозы в первую очередь. И из-за этого поощрения он раскручивает вот это колесо, которое сейчас видно в центре экрана. Так скажем, этот цикл Крепса. И все к нему относящиеся вещи. И раскручивая это колесо, это как бы позволяет поворонки, всосать в себя жирные кислоты вокруг. То есть из-за более эффективной работы всего метаболизма начинают утилизовываться и жирные кислоты. Ну и более того, опять же вспоминая, что чувствительность к инсулину восстанавливается на фоне аспирина, он помогает запирать избытки лишних жирных кислот обратно в депо. Да, а мы помним, что при диабете второго типа есть проблема, что инсулин уже не очень эффективно может запирать избыточные жирные кислоты обратно в депо. Вот такой интересный эффект. Так что, опять же, видя множество этих эффектов терапевтических у обоих лекарств, можно наблюдать, что разные будут под этим механизмы и, опять же, разные последствия. Вот здесь тоже в этом же исследовании они проверяли, как отреагирует организм человека, который принимал аспирин, на прием пищи смешанной, то есть с углеводами и жирами. Было показано, что количество глюкозы в крови уменьшилось на 20% после еды, количество жиров на 50%. Так, мы знаем теперь почему. Потому что митохондрии начали работать над этими субстратами, производить энергию. В случае метформина тоже мы выше смотрели, я упоминал, что постпрандиально, то есть после пищи, уменьшается глюкоза крови. Но почему? Потому что, во-первых, часть глюкозы не всесвалась в кишечнике, пошла кормить эту патогенную микрофлору. Раз. А второе, потому что митохондрии опять часть глюкозы переведут в лактат. Лактата пойдет опять в этот бесплодный цикл кори бесконечный. Часть глюкозы пойдет в жировые клетки, и там будет синтезировано в жирные кислоты и пойдет в печень. То есть метформин прячет субстрат, а аспирин работает над субстратом, его вырабатывает. Вот так. И поэтому вроде как издалека это все выглядит одинаково. Потому что там сахар крови упал, там жирные кислоты упали, там глюкозы в печени тормозятся, там инсулиночувствительность увеличилась, вернулась в более нормальные значения. Но под этим лежат разные механизмы, и вот из-за разности механизмов будут разные последствия. Потому что один механизм будет формировать такие болезненные адаптации, как бы на выживание. А второй механизм будет приводить к образованию, я имею в виду альтернативный механизм, будет приводить к образованию дополнительной энергии, а дополнительная энергия будет идти в работу. И на восстановление, и на выздоровление, но и на качество жизни, в том числе, за которым, собственно, охотятся и стремятся люди. Поэтому вот такие интересные эффекты наблюдаются в отношении митохондрий в контексте сахарного диабета второго типа. И разобраться в этом помогают вот эти два препарата. И метформин, и аспирин оба воздействуют на митохондрии. Мы видим издалека похожие эффекты, но выполнены они очень разными механизмами. И в соответствии с этими механизмами можно и настраивать какие-то другие терапевтические воздействия. Потому что это видео не о том, чтобы все бросились принимать огромные мегадозы аспирина. Оно не об этом. Оно имеет под собой образовательную основу, чтобы продемонстрировать, что есть огромный вообще арсенал вооружения, влияние на здоровье. Но нужно прикладывать голову, опять я повторяюсь. И опять же выбирать какие-то более человечные подходы. Те, которые помогают митохондриям работать, но не убивают их, не делают их дефектными, не ранят их. Кстати, опять надо вспомнить, что аспирин тоже стимулирует митохондриальный биогенез, но другим механизмом. Так как энергии производится больше, организм видит, и митохондрии тоже видят вокруг, что эти электроны-то летают, и их все больше поступает. Так значит, надо больше приемников делать. И они синтезируют, опять делятся, создают больше митохондрий, чтобы принимать больше этих электронов и вырабатывать эту энергию. Тоже биогенез. А вот биогенезис митохондрии у метформина работает по-другому. Там видно, что митохондрия еле дышит, и вот эту еле дышащую митохондрию размножают. А в аспирине митохондрия вообще заряженная, так скажем, работает на 100%. И ее размножают заряженную. Вот так. И вопрос-то в том всегда в диабете. А что приведет к ремонту митохондрии? Энергия приведет к ремонту. Без энергии ничего невозможно сделать, не отремонтируют. Энергия и строительный материал. Первое, это то, из чего вы строите свои митохондрии. Об этом тоже весь канал. И второе, это то, чем вы питаетесь, свои митохондрии, какими агентами на них воздействуете. Собственно, агенты, которые типа метформина тормозят митохондрию, они не помогают восстановлению, потому что не будет энергии. А вот потенциально, если бы аспирин был признан противодиабетическим средством, а они пытались это сделать, просто вы не знаете как. Видите, аспирин не патентуемое средство. И они пытались обходными путями как-то через другие вещества, похожие на аспирин, но там много чего провалилось, не удалось. Поэтому все об этом забыли, и никому это не интересно. Уже не говоря о других интересных свойствах аспирина, вспоминая тоже рассуждения, которые про краб были сказаны. Краб и метформин. Метформин как-то вроде теоретически имеет базис для профилактики краба, но у аспирина он доказан. И об этом мало говорят, потому что кто станет вкладываться в аспирин в качестве лечения для краба. Там нет денег, ничего не запатентовать. Если взять профиль мишеней фармакологических, то у метформина где-то 4 будет мишени. Одна из них блокирует глюканилгинез, другая блокирует комплекс номер 1, вторая блокирует шаг между комплексом 1 к комплексу 2 в митохондриях. И еще одна является признаком, что нужна детоксификация метформина. И еще один является стимулятором синтеза жирных кислот. Вот это терапевтические точки фармакологические у метформина. Их 4 примерно. Вот я их сказал. У аспирина около 20 терапевтических точек, среди которых есть тормоз избыточного синтеза кортизола, поддержание синтеза прогестерона. Там даже есть противораковые белки, которые активируют аспирин. Вы можете найти это все открытая информация. И противокрабовый эффект аспирина, он доказан серьезно на самом деле. Даже внутривенно. Нет, не внутривенно. При крабе печени вводили животным лабораторным аспирин напрямую. Опухоль исчезла. Не то, чтобы она растворилась, но она, можно сказать, погибла и через несколько уже дней, недель на этом месте начали обратно отрастать печеночные клетки. У этого исследования контрольная группа была уксусная кислота, по-моему, или что-то типа того. Она тоже воздействовала, но аспирин дал такой эффект. Внутривенно печеночные инъекции это не является, опять же, призывом к действию, рекомендацией и лечебным советом. Уточните своим лечащим врачом, но я не удивлен, что этот эксперимент не будет повторяться в людях. Внутривенно печеночные инъекции аспирином при крабе печени. Но напоследок надо вспомнить, что каждый раз, когда выходит на рынок новый препарат для разжижения крови или новый обезболивающий препарат, новый противовоспорительный аппарат, не аппарат, а препарат, то на аспирин спускается лавина исследований, показывающих его низкую эффективность и риск кровотечений и так далее, и так далее. Трудно этому всему довериться на 100%, зная, что опять большой конфликт интересов. Аспирин и кроверазжижающий, и противовоспалительный, и вот видим антидиабетический эффект, и профилактика краба, чего там только в нем нет в самых разных дозах. Опять же, выглядит, как будто я предвзято отношусь к аспирину по сравнению с метформином, и субъективно, наверное, действительно это так, но просто исходя из эффектов, которые можно наблюдать вот в науке, по фармакологии, по тем исследованиям, которые есть. Как-то фильтруя и идя по этому пути, видно, там производится энергия, в случае аспирина, и весь с энергией будет восстановление функции без серьезных таких последствий, как от альтернатив. А в случае метформина энергия не производится, а без энергии восстановления не будет ничего. Чего мы от этого ждем, ну не знаю. Поэтому с этой информацией, конечно, надо быть осторожным. Риск кровотечений от аспирина все равно, скорее всего, есть. Особенно, смотря, какую форму использовать. И я никого не призываю использовать аспирин, если это вам не назначил ваш лечащий врач. Но если вы вынуждены использовать аспирин против разных показаний, он в том числе, например, имеет такие показания, как мигрень, например, и менструальная мигрень тоже у женщин. В этом случае его нужно нейтрализовывать. У меня уже был фармакологический практикум на канале в YouTube и на сайте тоже, кстати, есть инструкция. И в Telegram канале, вот его здесь, код есть, можете сканировать. Там тоже есть инструкция, как сделать аспирин более безопасным. Да, аспирин техника безопасности. Если вы вынуждены использовать аспирин, неважно по какой цели, неважно в какой форме, его нужно нейтрализовать с помощью метода, который там описан. Так что обязательно. Иначе тот даже аспирин, который имеет кишечно-растворимую оболочку, что интересно, для него в науке чаще показывают риск кровотечений, чем для обычной таблетки аспирина. Я уже сам не знаю, кому там из них верить, но на всякий случай буферизовать, нейтрализовать нужно любой аспирин. Вот это так точно для меня выглядит. Что ж, для меня это очень интересно, показательно, потому что в ВУЗе, где я учился, вот этой информации не было. Не давалось это никак, нигде, и это не давалось не то, чтобы в ВУЗе, это дальше не давалось даже, что после ВУЗа там идет, интернатура, ординатура и дальше уже отделение. Никому никогда не до этого. Все делают то, что написано в клинических рекомендациях. В клинических рекомендациях написано не задавать вопросы и идти по пунктам. Пришел человек с диабетом, впервые выявленным, не надо думать, назначаешь метформин, отправляешь его, говоришь, приди через 3-6 месяцев для контроля гликированного, пересмотра терапии, если надо, и все. Вот и вся система. Поэтому будьте аккуратны. Свою ситуацию разбирайте с вашим лечащим врачом, которому вы доверяете сами. Высокие дозы аспирина сразу говорю, не надо на себе проверять с первого же дня. Это не к этому пропаганда. Я, более того, никакой выгоды не имею. У меня нету моего маленького заводика по производству аспирина. Я бы, конечно, себе такой завел. заводик и делал бы только аспирин и мне бы этого вот так вот хватило. Но у меня нет такого заводика, поэтому информация, которую я сегодня рассказал, конфликта интереса нет, потому что ни к одной из этих субстанций я не имею отношения. Более того, если вы не будете использовать медформин, я от этого тоже никаких прибыли не получу. Просто поделился для себя наглядным видением роли митохондрии, потому что что толку лечить сахар крови, если сахар есть, сахара нет, жир есть, жира нет, но просто аппарат, который это усваивает, не работает. Надо аппарат чинить. Об этом речь. Поэтому лечить глюкозу крови можно до бесконечности. Надо лечить то, что находится под ним. как раз аппарат энергетические клетки, а в том числе эти митохондрии. И надо быть очень аккуратным с этими митохондриальными гуру, экспертами, которые вам предложат 300 наименований всяких добавок, травок и так далее, без которых ваши митохондрии не будут работать, просто не будут размножаться, ну вы же знаете. Так что надо быть очень аккуратным. Все, на этом я сегодня завершаюсь. Спасибо и до скорых встреч. Чао.